Представьтесь как? То есть он исчезал, потом появлялся, я еще там появлялся, так вот как-то, что он даже умер, я узнал только, к сожалению, недавно назад, я все думаю, что он еще жив, у меня были такие жизненные обстоятельства, вот, это был, конечно, человек, ну как бы меняли, так, как бы вам сказать, эдакий Дон Кихот поэзии, знаете, в медном тазике на голове, как бы, с копьем, и борец с этими медицинами, вот, 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 вот у него не было авторитета, он был простой, типа прямочевый, он никому не лстил, никогда он мог прямо, я говорю, глава, сказать, дрянется, вот, вытянется, вот, все, иди пододрись этим, вот, ну, такой вот, человек, который, как бы, не лукавил. Я помню такой случай интересный, если кто-то помнит, там был у нас симптоматный жил, музыкант Лёня Чудный, тоже Гавили Брест. Мы любили с ним ходить по Пушкино, и как-то подходит нам Саша Вишневой, но втроё стоим. Кто-то подходит нам ещё, не помню, такой в регалиях, при регалиях из Союза писателей, значит, такой на стилке уже поэт, и что-то он подошёл к нам, а Саша ему сразу так, «Слышь, дай три рубля». Он говорит, «Да нет у меня». А что тогда подошёл? А так что говорит? Значит, мне, значит, говорит. Вот, понимаешь, учат у меня стихи дыша. А я, и только Тамара Соловей, и я только в Симферополе закончили литер-институт. Они меня учат стихи дыша. Так вот, как и всё, да, он так радовался, когда его, наверное, не должен, опубликовал в этом «Московской войне». Вот, что их там «Комсомольцы», там «Газеты», говорит, он как бы виду ни подал, он говорит, мне это как бы не нужно. Ну, а на самом деле, видимо, он, в любом случае, он обновил эту свою публикацию. Вот, и, если можно, я одно стихотворение прочту, как раз в тех лет, ну, там как раз имел вот, как бы, такой этюдик, всё понятно. Ну, его вырисовывается что-то вот именно Саши Лишневого. Вот так я так это назвал уже в памяти Сашки Лишневого, многоразумного поэта. Так вот, когда вырисовывается благоразумный. Вот, и рацион надо всегда. Выпить бы портвейна, или лучшего-то, Чтоб стихи рекою полились из глотки, Лавочка-скамейка, солнышко, как мраня, Вот она, злодейка, гузкая, в кармане. Чем запустим? Вишни? Что-то ноги надо. Дых, духовная пища, сладкий шоколад. Белая рубашка, брюки цвета хаки. Люди нас завидев, кататься, как раки. Жизнь она такая. Да и взаймы, просто ложит. Ну, гляжу и кает, значит, братка ложит. Мы ж на пышкаретах, нам какое горе. Ну, до всех поэтов, и до тех, кто в море. А когда прощались, Выпалил он мне, будто закачался ангелок в петле. Знаешь, кто виновен, что сижу я тут? Я, греш, мать хреновен, Игорь Тунститут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ